Приветствую вас, Ирина. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Значит, я прочитал ваш текст, прочитал ваш вопрос. Я думаю, что во всей этой ситуации есть элемент растворения в партнере и есть элемент перекладывания ответственности. Ну, в принципе, то, что мой коллега Кудричав Игорь Леонидович вам говорил, вам писал. И отношения для вас это своего рода какая-то дашь на дашь история, как мне показало. И вот это ключевой момент, который, мне кажется, нужно разобрать. То есть, изначально есть какое-то непринятие партнера вашего. Изначально есть желание его изменить, желание его переделать. И благодаря этому получается конфликт. Итак, вы пишите, не можем найти общий язык с любимым человеком. Здесь есть элемент растворения, потому что не мой жем. Нет. Правильно сказать, я не могу найти общий язык с любимым человеком. Я не могу говорить на его языке, к примеру. Вот это правильно. Я не слышу его, он меня. А какая у него мотивация слышать вас? Вот зачем ему вас слушать? Грубо говоря, зачем? Вы говорите, что вы не слышите его. Хорошо. Почему вы его не слышите? Вот это в таком ключе все происходит. Если человек не слышит вас, то нужно спросить, какая у него мотивация. Он вас слышит? И зачем ему вас слышать? Если не слышите вы человека, то, соответственно, почему? То, что мешает. Когда я начинаю разговор, слышу в адрес map-оскорбление. Это защита. Это защитная реакция. Его, так же, как и ваша. И здесь вопрос в том, как вас это задевает. То есть, если мы говорим про, например, неприемлемость или приемлемость мата и оскорблений. Это одно. То, что с вами нельзя так общаться, то, что с вами нельзя так разговаривать. Но если мы говорим про то, что вас это задевает, то вызывает некие негативные чувства. Это вас расстраивает, вас это вводит в состояние, что вы замыкаете в себе. То это уже речь идет о именно вашей проблеме. А именно вашей реакции на подобных. Вот. И, вероятно, связано это с тем, что в детстве на вас так же кричали. Вот. На вас либо кричали, либо был еще какой-то элемент вот такого подавления. То есть, вас вводит в ступор. Это подобная экспрессия, потому что вы не привыкли защищаться, не привыкли отстаивать свои интересы, не привыкли выражать свои чувства и эмоции. По словам, не привыкли говорить «нет», адекватно. Дальше. Значит. Так, тут вы зачем-то перечисляете то, что он нам говорит. Непонятно зачем. А основная его претензия, ты всегда сливаешь, когда дело находит до серьезного разговора. Это похоже на правду. Действительно, когда на меня руки я закрываю и замолкаю, я просто теряю речи и не могу ничего говорить. Почему? Почему? Вот что происходит с вами в этот момент, Ирина? Почему вы замыкаете и закрываете? Потому что боитесь. Потому что есть страх. Вопрос только в том, чего страх. Так. Значит, пыталась ему об этом сказать несколько раз в ноль. Значит, пыталась. Вы либо говорите человеку, либо не говорите. А если человек воспринимает как обвинение то, что вы ему говорите, значит, вы используете не я сообщение, а ты. Вот. Почитайте про я сообщение, это будет вам, ну, в любом случае, не бесполезно. Далее. Что значит, я пытался ему это сказать? То есть, вы преподносите тот факт, что вы закрываете, когда на вас кричат, так, как будто это константа, так, как будто это что-то нормальное. Но нет. Это не нормально. Это проблема. И эту проблему вам нужно речать, потому что люди бывают разные, потому что ситуации бывают тоже разные. Допустим, ваш молодой человек кричит, это является, ну, допустим, следствием ваших конфликтов, но жизневая обратная ситуация. И вам, так или иначе, нужно быть готовой к тому, что кто-то будет на вас кричать, и в этот момент нужно вести себя адекватно, не закрываться. Вот. Опять же, претензия, ты всегда сливаешься, когда дело доходит до серьезного разговора, выглядит немного странно, потому что... А серьезный разговор о чем? Это означает, что раньше тоже были какие-то конфликты у вас. Он считает, что я должна слушать не эмоции, а слова. При этом, оскорбление, это не оскорбление в мадресе, это просто его мысли. Да, возможно. Возможно, это та особенность человека. И вы не хотите принять пока что ответственность за то, что вас эти оскорбления задевают. Именно. Так, основной упрек, что я играю с ним, не выгоден хаос в отношениях, я не хочу с ним договариваться. Я не знаю, насколько это правда. Да, вы жертва, но, значит, хаоса я не уверен. Я думаю, что здесь проблема в чем-то другом. То есть, как бы сложно выделить то, что является проблемой у вас, по тексту сложно выделить. Но я совершенно точно знаю, что хаос, он, если и нужен, то несколько другому типу личности, не вашему, не тому, кто закрывается. Почитал ли литературу? Зачем? Зачем читали? Действительно, есть треугольник Карпмана, оппозиция чертового преследователя. Еще ряд моментов искал развитие сценария, может, есть еще что-то. Но и в его поведении есть массовая манипуляция. Да, вероятно, но... Причем здесь он? Вот это опять элемент такого натворения в человеке и перекладывания ответственности. Причем здесь он? Когда речь идет о вас и только о вас. Когда именно вам нужно выходить из треугольника Карпмана, и вам нужно менять свой сценарий, если вы хотите, ну, успешную личную жизнь построить. То есть, если я пытаюсь выйти из своих игр, остается его давление, шантаж на который сложно не вестись. Это перенос ответственности. Во-первых, выход из игры это работа, как сказал мой коллега, первое. Второе, если вы ведетесь на его игры, значит, вас это как-то задевает, и, соответственно, с этим тоже нужно работать, чтобы вы не велись. Понимаете, когда вы говорите, сложно не вестись, это, по сути, просто, ну, отказ. Отказ от самостоятельного действия. Типа мне сложно не вестись, все, я веду. При этом свое поведение она объясняет одним. Ты сама довела до этого, нельзя повернуться так. И, в принципе, человек заявляет, что не хочет отношений со мной, но при этом едва уловимыми сигналами намекает на обратное. Это человек, который хочет вас таким образом подчинить себе, чтобы вы не представляли для него никакой угрозы. И, опять же, делать это не в человека, а в вас. Ведь вам нужно впервые разобраться в себе. В том, что вы закрываетесь, например, в том, что вас задевает, в том, что вы не уверены. И дальше уже можно будет вести речь о взаимодействиях с партнером. Через ясообщения и прочее. Так, понимаю, что проще разобраться, но ведь чувства есть, с его стороны тоже. А какие чувства? Вот какие чувства, если вы не принимаете человека таким, как он есть? Какие чувства? Итак, цель восстановить отношения и гармонизировать их. Хорошо, сперва нужно нажать в себя и гармонизировать вас, ваше психическое состояние, психологическое состояние. Вот. Пока оно не гармонизировано. Как вести себя человеком, который обвиняет тебя в играх, при этом сам является великим манипулятором? Да, перестать играть в играх, быть искренней, аутентично выражать свои эмоции, используя ясообщения. К любой игре есть антитезис. Если ваш молодой человек играет в психологическую игру «Скандал», например, то у психологической игры «Скандал» есть антитезис. Если ваш молодой человек играет в другую игру, к любой игре есть антитезис. Сложно с антитезисом присутствовать только в игре «Скандал» и еще в какой-то, сейчас уже не вспомню. Но есть общие антитезисы, которые помогут вам не вступать в игры. Но для этого необходимо иметь свою собственную психологическую устойчивость, которой у вас нет, потому что вам сложно институт на его игры, как вы говорите. Как сказать, «Оспокойственно, когда слышишь поток оскорблений и обвинений». Моя тактика – пропускать мимо мужчин, но я не слышу, что он хочет донести своими словами. Отделить то, как и почему вас задевают его оскорбления и обвинения от того, что он говорит. То есть вам необходимо поставить границу между этими вещами. Его оскорбления и обвинения задевают вас, потому что вы в чем-то не уверены в себе, и это ваша проблема, с этим вам нужно работать, потому что вас будут задевать любые оскорбления и обвинения, которые касаются ваших болевых точек. И не важно, от кого это идет. Опять же. А то, что он говорит – это совсем другое. Как в потоке оскорбления вычленить смысл? Это уже вам решать. То есть мы же не знаем, что он говорит. И мы не знаем, как он говорит. Как правило, просто смотреть в сути, но мне кажется, что здесь вы прикладываете ответственность уже на нас. Как правильно действовать в этой ситуации? Чтобы что? Действовать в ситуации какой? Когда человек уже начинает гандалить, его не остановить. Это называется состояние аффекта. Если человек впал в состояние аффекта, ему нужно дать это состояние полностью прожить. Как-то подавлять его и успокаивать бесполезно. А так и о сообщении, в принципе. Но это действует только, когда человек спокоен. Как восстановить доверие? Я верую любимому человеку, хотя много лет говорилось, что иду в девочку. Значит, это манипуляция, что будет ревность и заставится зашевелиться. То есть, молодой человек, вас же еще в себе не уверен. Не уверен, получается. Вот. А вот мне любимый человек не верит, поэтому объясните, что невозможно не сорваться, когда на тебя по 10-15 минут. Матом орут. Но опять же, здесь опять же вы перекладываете ответственность на это. То есть, как бы невозможно не сорваться. К кому? Вам? Да. Но почему вам? Это может не изменить? То есть, вы себе задаете вопрос, почему я не могу мне сорваться? Почему я не могу? Не могу спокойно восприниматься. Спокойно восприниматься. Почему я воспринимаю это на свой личный счет? Может быть, я в глубине души где-то согласен с этим? Если так, то почему? Вот. Что касается того, что молодой человек вам не верит, вот, ну просто не верит вам, то я думаю, что это его проблема, и вы эту проблему не решите, потому что проблема доверия не решается через кого-то. Вот. Так, это моя защитная реакция, избегать проблем. Ну так, опять же, если вы понимаете, что ваша защитная реакция избегает проблем, то это нужно исправить, чтобы вы не избегали проблем. Так, в принципе, что имею? Человек, который отстранился и ждет, когда исправил ситуацию. По факту он зеркалит вам ваше отношение к себе. Вы прикладываете ответственность, вы растворяете, то же самое делает мужчина, и вам это не нравится. Объяснить, что только вдвойне бесполезно? Нет. Вы можете работать над собой, и работая над собой, вы измените и ваше взаимодействие. Любые отношения с системой меняются один элемент, меняются все. Эмм, так, тут же, ну, в принципе, вот, Ирина, такой ответ вам можно дать, да? Вот, в принципе, в чем-то, он перекликает мой ответ к ответам Кудрюшева Игоря Леонидовича. Вот, я постарался, постарался раскрыть некоторые детали, которые коллега не раскрыл. Вот, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, в целом, в целом такое ощущение, что вы думаете, что есть какой-то вот некий, некий, эээ, универсальный рецепт, который вам сразу поможет. Нет, эээ, понимаете, нет такого универсального рецепта. Ваши, ваши проблемы в отношениях, это, эээ, отражение вашей собственной проблемы психологической, и, возможно, ни одной, и с ними не заработать. Эээ, решив ваши психологические проблемы, вы решите свои проблемы в личных отношениях тоже. Обратите внимание на то, что вы не раскрываете, эээ, суть конфликта между вами и вашим молодым человеком, в том смысле, что вы говорите только, что его претензии, это, эээ, то, что вы скрываете с вами серьезного разговора, и то, что, эээ, ты сама виновата, но в чем виновата, я так и не понял, из-за чего возник изначальная ссора и изначальный конфликт, тоже непонятно, вот, и какое в этом участие, скажем так, принимали вы и ваш партнер, не ясно тоже, хотя это очень важно, вот. Я еще раз повторю, повторю, есть, эээ, причина всего этого. Серьезная проблема в отношениях, лично, личных отношениях, имеет свои корни. И этот корень, не в том, что вы сливаетесь с серьезным разговором, а в том, по поводу чего серьезный разговор должен был начаться, вот. Ну, и, вот, эээ, отсутствие идентификации чувств в своих периодах, тоже не добавляет в ситуации определенной ясности. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, эээ, за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.